МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорем Севрюгиным, который до недавнего времени работал на телеканале «Дождь». Темой мастер-класса была конвергентная журналистика. Такого понятия, как средство массовой информации, уже по большому счету нет. Есть медиа, есть медиаресурсы. То есть сейчас нельзя сказать, что 100% есть телевидение, 100% есть газета, 100% есть радио. Все так или иначе уходят в интернет. Понятия «новые медиа» вошли в нашу жизнь с появлением цифровых, информационных, компьютерных, сетевых технологий и коммуникаций. Именно развитие интернета предоставило новые возможности для распространения информационного продукта. Сейчас у каждого телеканала, радио и газеты есть еще своя мультимедийная платформа в виде сайта, куда размещают не только, например, эфирные программы, но и эксклюзивные материалы. Намного интереснее это сделать в текстовом формате, с картинной галереей, например, или вставив туда гифки, какие-то небольшие фрагменты видео, небольшие фрагменты интервью. То есть происходит переупаковка. Также Игорь отметил, что новый журналист должен уметь снимать видео, производить текст, записывать аудиоподкасты, монтировать сюжеты и работать с блогами. Для этого универсальному журналисту важно научиться мыслить мультимедийно. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универньюз. Создавать литературные произведения не так легко, как кажется. С какими проблемами предстоит столкнуться многим авторам, выясняла Аделя Шамилова. В Казанском университете заканчивает свою работу межрегиональная научно-практическая конференция «Национальные литературы Республик по Волжье. Проблемы межкультурной коммуникации». В завершении мероприятия состоялся круглый стол, на котором специалисты с разных городов России и представители Казанского федерального обсудили проблемы межлитературных взаимодействий в республиках по Волжье. Проблематика чрезвычайно актуальна для нашего Приворского округа, поскольку Казанский университет действительно находится на пересечении Востока и Запада. Здесь взаимодействуют разные культуры, литературы. И вот наиболее актуальной проблемой является проблема национальной идентичности, как она проявляет себя в условиях межкультурной коммуникации и межлитературного диалога. Круглый стол призван поддержать научный потенциал специалистов в данной области, а также привлечь внимание научно-педагогической общественности к актуальным проблемам преподавания литературы. При обсуждении этого круга проблем, я думаю, должны быть выявлены какие-то результаты и, может быть, обозначиться роль Казанского университета как центра при изучении межкультурных взаимодействий в Приворском округе. В течение двух дней усердной работы конференции специалисты приложили максимум усилий, чтобы найти пути решения целого ряда проблем межлитературной коммуникации и выяснить, действительно ли литература имеет свою неповторимую художественно-эстетическую природу. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. С каждым годом желающих сдавать ЕГЭ по географии становится все меньше. Хотя о геологии дети проявляют интерес уже со школьной скамьи. В чем же проблема, думали географы все республики. Школа является главным системообразующим фактором во взаимодействии школа-вуз-предприятия. Ведь именно в школе ученик определяется с выбором профессии и высшего учебного заведения. Чтобы подготовить качественных специалистов в сфере геологии, детей готовят еще со школьной скамьи. Но предмета геологии в школах нет, поэтому к работе привлекаются преподаватели географии. Так, на семинар геологические знания в курсе школьной географии прибыли учителя со всей республики. Мы хотим донести до учителей географии республики Татарстан, насколько важно развивать геологическое движение. У нас нефтехимическая республика, и поэтому для нас это очень важный вопрос. Мы хотели бы, чтобы эту работу они очень качественно на местах выполняли. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФО проводит системную работу школа-вуз-предприятия. В республике 38 школ – базовых площадок по обучению геологии, которым КФО оказывает методическую поддержку в олимпиадном геологическом движении, в оснащении кабинетов естествознания и, кроме того, в институте есть школа юного геолога, где преподаватели и даже сами студенты помогают ученикам в изучении геологии. То есть, это такая организация, объединяет преподавателей, которые работают со школами. Здесь есть два варианта. То есть, либо преподаватели работают прямо в школе, либо дети приходят, собственно говоря, в институт и работают с нами. И здесь подразделение – школьный факультет. Мы его так называем. Это подготовка детей студентами. То есть, мы готовим их к олимпиадам, конференциям. В школе заинтересованные в геологии дети занимаются во внеурочное время. Могут пройти школу геолога при КФУ и уже со школьной скамьи быть более уверенным при выборе образования в высших учебных заведениях и в своей будущей профессии. Мы заинтересованы в правильно, профессионально ориентированных абитуриентах, целевых абитуриентов, которые уже знают, что такое идеология. Они не случайные люди. Они приходят, должны по нашему замыслу прийти в наш институт уже правильно, профессионально ориентированными. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Всемирная сеть не молчит. Настало время познакомиться с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. Рустам Миниханов планирует встретиться с чрезвычайным и полномочным послом Намибии с президентом Федерации Гандбола России. 28 и 29 ноября в Театре Минигали Аскара Камала состоится премьера танцевального шоу «Казанские сокровища» в исполнении ансамбля танца «Казан». В постановке использованы глубоко изученные исторические материалы о традициях, национальных орнаментах и обрядах татарского народа. В знаменитом доме Михляева на улице Мусы Джалиля 18 завершились противоаварийные работы. Именно в этом здании в свое время останавливался российский император Петр I. И если верить городским легендам, именно там он отмечал свой 50-летний юбилей. В Казани откроют музей общественного транспорта, который будет работать внутри трамвая. Главную новогоднюю елку из парка Тысячелетия перенесли к Центральному стадиону. Высота елки в этом году составит 42 метра. Ильшат Гафуров в честь 212-летия вуза выделил профсоюзу студентов КФУ 7 миллионов рублей. Сегодня в профсоюзной организации студентов насчитывается 20 тысяч 626 человек. КХЛ признала хоккеиста из Татарстана лучшим нападающим неделей. Им стал Жильбер Брюле из Нижнекамского нефтехимика. Google займется оцифровкой объектов культурного наследия Татарстана. Google будет сотрудничать с Татарстаном не только по образовательному проекту для предпринимателей бизнес-класса, но и в сфере туризма и культуры. Психологи фонда «Твоя теория» будут помогать подросткам ВКонтакте. Специалисты фонда приступят к оказанию поддержки подросткам, находящимся в критической психологической ситуации. Кто не знает знаменитый дуэт «Громкие рыбы»? Пожалуй, каждый хоть раз слышал или видел их нашумевшие хиты. 23 ноября ребята будут праздновать свой день рождения. В этот день им исполняется три года. По этому поводу мы задали им пару интересующих вопросов. Как это было, ты узнаешь в сюжете. Диана Шиловой. 23 ноября знаменитому дуэту «Громкие рыбы» исполнится ровно три года. Вот уже на протяжении трех лет Тимур Исмаев и Кирилл Карамов воплощают свои творческие идеи и радуют своих поклонников все новыми и новыми видеоработами. А ведь история их создания зародилась еще со студенческой весны. Однажды мы были студентами и мы занимались студенческой весной. Студенты весна все логично. И что-то так получилось, что мы начали снимать видеоролики. Сняли несколько видеороликов и получилось так, что как-то нас тут порывало. Один из видеороликов у нас занял 260 тысяч просмотров. Ой, 2 миллиона 600 тысяч просмотров. У нас получилось снять несколько хороших видеороликов и нас позвали на универ ТВ работать здесь. И здесь реализовывать свой талант. Свой день рождения ребята начали праздновать уже 21 ноября. В этот день они пригласили всех, кто когда-либо принимал участие в создании их юмористических видеороликов. В честь нашего трехлетия мы решили собрать всех людей, которые когда-либо снимали с нас за три года во всех наших видеороликах. Пришло 10% лишь, но это уже 20 человек на самом деле, что немало. Это наши все самые, так сказать, востребованные актеры, которых мы чаще всех зовем. Вот, они пришли. Мы обещали фуршет, но... Ну, видите, если бы мы не обещали фуршет, то было бы еще меньше народ, понимаете? Пожалуй, в Казани найдется ни одного студента, который хоть раз не смотрел или не слышал об их нашумевших видеоработах. Ведь чего только стоит гречка в зубах или все любят программистов. Надеемся, что Тимур и Кирилл еще долгое время будут радовать своих поклонников своими работами. А может, в будущем они воплотят в себе все величие Мартина Скорсезе или Кристофера Нолана и снимут свой полнометражный фильм. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Всем хорошего настроения. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!